всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуде сегодня я один ну и как обычно собственно тоже уже один немножко запоздал обзор потому что я болею и я возможно буду немножко унылый сегодня но надеюсь вы мне это простите обзор пытаюсь записывать из последних конечно же сил как нет и пожалейте меня все ставьте лайки пишите комментарии в общем-то варкап у нас 225 карта вуроран очень старая карта 2010 года сделанная в урасиком это мой знакомый латвиец в то время когда он эту карту дел мы общались и я тогда только-только было вот вроде вставал на ноги пытался какие-то ставить рекорды но не то чтобы оставил но я пытался я пытался у меня это не особо получалось и в общем-то да вся она как кто играл может заметить что вся она выглядит в таким зеленом оттенке давайте просто спустимся и вся вот такая карта в зеленом м бенди так скажем единственное что мне тут нравится это это не эти растения в общем-то начали для тех кто парился со стартом давайте я вам сразу скажу что здесь да здесь два старта можно начинать либо слева либо справа и чтобы постоянно начинать только с одного места нужно встать на это место примерно да вот мы в этой части появляемся здесь встаем пишем респаун можно даже рез нажать tab respawn point сразу нам прописывает и пишем сет нажимаем enter он у вас выдает такую строчку с координатами и теперь мы всегда будем появляться только в этой стороне точно также собственно будет работать и для той части появления в общем то давайте посмотрим я вам расскажу несколько деталей и перейдем к демкам потому что в принципе в целом тут смотреть не особо есть что карта достаточно коридорная давайте в общем то глянем в общем то мы упали дают нам хейста совсем немножко плазма у нас тоже 25 всего патронов можно конечно в теории вот так вот попрыгать набрать 26 здесь сейчас появится наверное еще можно взять 27 если можно если возьмется нет нет и будет окей ну 26 ладно один патрон нам погоду не сделать поэтому давайте спустимся дают нам 12 секунд хейста и вот первая развилка у нас давайте посмотрим лишь бы не кончился battle suite сюда мы сворачиваем здесь у нас ничего нет а вот эти растения которые мне нравятся они красным должны сейчас засветиться смотри и в следующий раз я понял там почему-то не прокрашены в зеленом какие-то текстуры это скорее все обратная сторона решетки и сразу же чтобы к этому больше не возвращаться давайте сразу сделаю акцент на то что здесь детализировано кстати разбитый пол и суть в том что это все настолько детализировано вот здесь текстуры не врезаны что об это все можно спотыкаться и вот этот цветочек можно споткнуться благо в центр нельзя встать и вот этот цветочек все 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 вот эти элементы за все их можно зацепиться и дальше еще отмечу пару мест но в целом все давайте к этому больше не будем возвращаться до маппер так сделал маппер так захотел это был далекий сложный 2010 год для дефрага факел у нас не зеленые факел у нас красные и вот 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 подойдет красным завели а ну и вот этот момент то есть здесь можно споткнуться здесь точно так же это симметрично поэтому такие дела то есть это это реально мешало и все все горели над этим ну мне вас конечно жаль но ничего поделать не могу видим мы что там у нас крутится в рокет но у нас есть еще одна развилка которая ведет как себя и в никуда то есть здесь мы никуда какие почти во всех местах этой карты никуда мы не скрутим ногу так батл свет у нас кончается но давайте попробуем успеть в общем-то дает нам три ракеты очевидно что здесь нужно забираться очевидно что желательно это делать без остановки на этом как бы на этой плоскости при этом нам маппер говорит что если мы здесь остановились там и нуб но мы ему скажем что сам он нуб коль маппет такую дрисню откровенно говоря ну то есть геймплей классный но именно замаблено вот это все да может быть чувак не знает про клип не знал точнее либо еще что-то но тем не менее так 50 секунд давайте быстренько доберусь еще раз ватура чтобы сэкономить на battle 7 так забылись мы разобрались 2 и остается кстати говоря одна ракета ее можно пока что сохранить проверим если тут где-то и нет либо его где-то нет также у нас плазма осталось можно поделать бустов и вот единственная развилка которая влияет на что-либо это собственно грубо говоря срез на такой прямой здесь у нас идет дождь в котором у многих очень многих лагала у меня не лагает я думаю у многих лагала потому что комп и конечно не очень вы же играете в дефраг поэтому в общем-то оценим давайте визуально составляющую то что здесь решетка 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 горгуль и которые не закреплены и то есть через них можно прыгать если в случае чего вы захотите вот так змеечкой прыгать они вам не помешают понятно что попадом по этим можно прыгать но давайте пропрыгаем сюда здесь у нас не пускают мы можем пролететь в ту дырочку но я этого делать не буду в ракету я тратить не хочу плазму для того чтобы забраться тоже здесь небольшой косячок но это бывает ты ничего страшного и здесь у нас собственно то же самое только теперь со светом давайте потрачу потрачу ракету можно пройти здесь в теории с ракетой с плазмой и повернуть здесь но естественно даже и в кутре особо проблем по моему не должно было составить чтобы пропрыгать именно здесь по центру это наиболее быстрый вариант так вновь у нас качается батл все это но в этот раз я думаю мы успеем здесь у нас обычный коридорный стрейф который доставлял очень много боли потому что во первых постоянно падаешь либо вот сюда благо сбоку нельзя упасть либо зацепляешься вот об эту конструкцию нехитрую так что свои прелести будут были здесь у нас абсолютно отзеркальная как у комната только потолок немножко другой здесь такое же такая же развилка но очевидно что он просто зазеркалил здесь точно такая же развилка как на старте который никуда не ведет даже цветочек также лежит а я я и мог бы хоть как-то и здесь у нас просто вода и палочка по которой мы должны пропрыгать в кутре еще окей я думаю но в цпм когда ты здесь летишь там у тебя 1500 на эту палочку бывает иногда очень трудно запрыгнуть классная 3d модель телепорта давайте в него зайдем первый и единственный чекпоинт на карте мы появляемся наконец-то в белой какой-то комнате здесь у нас стрейф по падам а ну и второй чекпоинт непонятно почему он решил именно сделать именно так сделать это конечно полезные чекпоинты до относительно но делать первый чекпоинт так далеко это конечно ну может быть не совсем правильно я конечно же не мне судить здесь у нас водные такие преграды в которых мы можем и постоять и делать все что захотим можем вообще и поплавать в них ничего страшного не будет здесь опять же через эти водные преграды можно было запнуться то есть если вы по спейсингу летите так вы можете здесь зацепиться и дальше не пропрыгнуть точно точно то же самое для для центра и для другой стороны тоже следующий момент вот эти вот конструкция они конечно могли мешать но мне честно говоря я помню что они мне мешали когда эту карту играл тогда вот давным давно или 9 лет назад 8 но в этот раз когда ее поигрывал мне они не мешали я не знаю может быть кому-то из вас они прямо сильно испортили жизнь но видимо я как-то так научился что ли нивелировать все вот эти сооружения что мне они ни разу не помешали не знаю с чем-то связано если вам помешали напишите об этом в комментариях чтобы я знал ну чтобы другие тоже знали здесь у нас лежит очередная ракета классные вот эти цветочки мох можно вообще отсюда геометрии грубо говоря на пиздить но димон сказал уже все сделал поэтому в общем то мы берем ракету а ракета с нулем патронов просто это просто муляж муляж ракеты почему бы ему не быть здесь в конце карты конце нас ждет водные процедуры и внимание слик вся вот эта вот рампа это все один слик я не знаю почему он не выделил каким-либо образом его хотя вроде будет цвет отличается да вот это более зеленый менее зеленый но не знаю также водные процедуры две штуки количестве двух штук и здесь у нас слик кончается видно даже небольшой стык да непонятно непонятно как так замаплена но тем не менее замаплена в общем-то 2 xero нас встречает и здесь у нас финиш в целом никаких срез ничего на карте нету единственное что я могу заметить что в цпм естественно добавляет вере вариативность бусты и можно сохранить одну ракету как для цпм так и для выку 3 и используйте в где-то в другом месте показывать все варианты с бустами я естественно не буду мы если что и посмотрим в демках и я хочу и просто единственное показать одно место вот этого который для выку 3 для цпм могло оказаться полезным мы запрыгиваем сюда и можем запрыгнуть еще выше и мы появляет получается что мы намного выше высоты прыжка и можем получить больше скорости при ударе о рампу с должного обращения это выку 3 просто если мы падаем отсюда в цпм и того вообще можно сделать даблджамп и еще выше быть и ловить очень много скорость примерно это выглядит вот так вот я просто уж покажу давайте я просто пролечу здесь конечно не самое удобное но тем не менее хейста хватает а что двух бустов я делал бустам и делал буст вот тут мне их есть то по моему но вот здесь он не окончался прямо перед бустом кажется и я просто туда пролетал монтёр насколько я вычитал и понял из комментариев проходил сохранив ракету очень интересно посмотреть я на самом деле немножко но как-то не зая я и не поиграл просто я просто сделал тест перевел грубо говоря арку потом улучшил немножко последний день и все поэтому не знаю но монтёр очень рад что ты прям бахнул я думаю что нужно конечно же быстрее мы это все разберем давайте я просто сделаю чуть-чуть получше пока говорю у карта специфичная многие ругались но тем не менее не самое худшее которую можно увидеть на варкапе так что где где вы еще просто вот вы все типа просто небольшое отступление об этом где-то говорил уже вы все таки у карта говно а не будем играть а где вы где вы кроме war cup of кроме онлайн капов где вы еще поиграете такие говно карты где их тоже нужно играть их их даже должен кто-то играть это тоже это это закалка скилла я не говорю что нужно постоянно их играть кто-то мне пытался типа а чё ты тогда говоришь там что карта говно и не играет но не обязательно их постоянно играть но имея на варкапах практику хотя бы немножко их нужно поиграть, чтобы иметь представление, как избегать, допустим, вот этих мелочей. Как строить свои роуты, чтобы ничего такого не зацеплять и так далее. Это тоже все скиллуха. В общем-то, давайте перейдем к демкам. Начнем, как всегда, с ВК-3. В любом случае, вы, конечно, все молодцы, что отправили демки. Тимурок у нас отправил свой некоторый тест. Тоже вот использовал стрелочку. Ну и я подозреваю, что вот эта минута, это просто чистенько, не торопясь. Абсолютно никуда. Геймрог прошел. Почему бы и нет? Ракету пока сохранил. Будет ли прыгать по центру? Да, прыгает по центру. Все хорошо. Все у него отлично. Просто, просто прыгает. Ля-ля-ля, я, говорит, бегу. Волосы назад, борода развивается на ветру. Я такой сексуальный, бегу по этой зеленой хате. Как круто, что у нас есть дефраг. У-у-у. Да, вот здесь очень опасно. 320 юнупс. Это, конечно, ты намного быстрее пройдешь эту балочку. 322! Так, чекпоинт, минута. Здесь, возможно, были некоторые... Да, да, конечно, будут некоторые проблемы на паниках, потому что они расставлены весьма... Как бы, закономерно, но тем, тем не менее, рандомно. Водные процедуры. Я, говорит, бегу. Ля-ля-ля. Вот была бы слик-версия этой карты. Тогда да, было бы вообще круто, я считаю. Ну и здесь, я думаю, знал он, что слик просто прыжками эффективнее. Да, молодец. Почти нигде не запнулся. Но, перепил бы Катаруфа, если бы не запнулся на пайтиках. Давайте посмотрим, что он предложил Катаруф. И, по-моему, или... А, нет, да, он использовал на падах ракету. Окей, нет. Так, появлялся сбоку. Как-то небрежно упал. Очень своеобразно поворачивал. Я не знаю, Катаруф, ты не прикалывайся. Так, типа, я понимаю, гейм-рок. Он молился, устал. Но... Но, Катаруф... Ты же понимаешь, что... люди смотрят. Мы все знаем, что ты можешь лучше. Ну, Катаруф, собственно, подозревая, срезал именно... Именно вот тут он, скорее всего, сейчас пропрыгнет такой, оп, нет. А как он так быстрее прошел на 2 секунды? Интересная борода, интересная. Ну, ладно. Ладно. Будем считать, что это нейросеть подвела. Тыжмэнэ подминула, как говорится. И 1.35 у Катаруфа появится. 1.32 на 2 секунды... На 3... На 2 почти, да, да. Ну, 2 и 2. Скплмн. Давайте посмотрим. Тоже из России. Веселый парень. Скплмн. Не знаю, кто это. Это, наверное... Это, наверное, Дэд. Ланпро. С конфигом... С конфигом Маскаля или Зерга. Что? Что происходит? Что? 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 Что с тобой, брат? Тебе плохо, брат? Выйди, выйди из игры. Не играй. Ладно. Ему вроде стало легче. Нет, он... Окей. Я думаю, если бы была откровенная дичь, меня бы предупредили. Но я так понимаю, что... Скплмнн. Просто немножечко веселый парень говорит, Так, карта говно. Не буду серьезно играть. Любую карту надо серьезно играть. Ладно, я там на Космини на каком-то отправил демку непонятную. И то я старался это сделать. Ну, видно же, видно, что человек хорошо контролирует игрока, хорошо контролирует свои движения. Вот, кстати, момент, когда он запнулся даже в выку 3. Это все... А выку 3 еще, наверное, сложнее это все контролить, потому что нет air-контроля. С другой стороны, ты двигаешься более прямой директорией, можешь предвидеть да и скорости меньше. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим, как там у Кето дела. Так. Тоже в минуте вышел и тоже упал на падах. Интересно. Не знаю, сакополуманы, если у тебя какие-то проблемы, ты скажи нам. Мы твоя семья, мы тебе поможем. И в рок свечку поставит. Мы тебя выручим, брат. Если болеешь, мало ли, врачи сказали, нельзя вылечить, не расстраивайся, следующий варкап лучше. Но, тем не менее, тройка игроков. Да, геймрог, извините, я тебя так часто упоминаю, я просто болею и молитвы не помогают. Минута 0.9 на 23 секунды хулиган быстрее, чем сакополуманы. Давайте посмотрим. Вот Пашка, вот Пашка сейчас покажет, всем покажет. Там еще какой-то ай играл непонятный. Вот, пошел, пошел, пошел. Вот, когда человек реально старался. Я думаю, Павел сможет пролить скупую ностальгическую слезу вместе со мной. О, какой ранний рокет. ой, очень, очень хорошо, очень хорошо. Очень пока классно все делал. И использую ракету стену, как рискованно, ой-ой-ой. Как, как хорошо, Паша, давай. Сможет со мной пролить слезу про эту карту. По-моему, мы тогда как раз недавно были знакомы. А познакомились, кстати, мы с Павлом на Гост Спид 7, насколько я могу помнить. Если это так, Пашка, ты мне... Если это не так, точнее, Паша, ты мне напиши. Но вроде бы на ней мы типа с Гудсом пришли. Такие он меня пришел обучать стрейфу, а я смотрю, какой-то хулиган прыгает, и хулиган такой знает его, оказывается, и мы все подружились. Так было круто. Да, минута 0,9, жаль, без логина. Но прошел чистенько, все с первого раза, большой-большой. Молодец! И ID 20 min плей-демо специально для хулиган. Не знаю, что такого специального в этом для хулигана. Нет-нет-нет, там 108. 108, сорян. Сорян. А это вот этот Ай, это, видимо, ID, я понял. 108, монстрик, на секунду едва быстрее, чем Пашка. Монстрик лично матерился, я прямо видел, я прямо слышал, как монстрик орал на эту карту. Потому что она действительно не очень. Сохраняет 10 патронов у нас монстрик. И да, я не помню, отмечал или нет, но, по-моему, ну, типа, и это на карте вообще нету, поэтому можно сырить максимальное количество патронов, которые вы захотите, ну, которые сможете, которые вам позволят сделать карту. Также ракета от стены. тут по стрейфу все более четко. Многие места как бы прошел более плавно, сохранил гораздо больше скорости. Сервертайм, кстати говоря, 19 минут, не так то, что и старался, я смотрю, и плазмой в конце себе помог, ой-ой-ой-ой, интересно, интересно, хорошо, айди на секунду быстрее, чем монстрик. Давайте посмотрим. Сервертайм, ты говоришь, что не 20 минут, а 220, 240, если быть точно. Но пока что все очень быстро. Звук ракет залетает сразу, ой-ой-ой, как все быстро, как все эффективно пока что. ракету стену не использовал, будет сейвить зачем-то. Врезался, конечно, было досадно. ну, выглядит пока очень быстро. Выглядит пока достаточно быстро. На палочке немножко стрейфил, боязно, конечно, но он смог. И использовал ракету не самым, вообще, далеко не самым эффективным способом в плане скорости, но отлично себя оградил от этих беспонтовых столбов, поэтому все-таки плюсик мы ему поставим. Не знаю, будем ли ставить. Наверное, монтеру заранее я скажу, что монтеру, наверное, приз за оригинальность поставим. Так, Кенекс минута 0,5 вышел из минуты 0,7 очевидно и сделал на 2 секунды, почти 2,5 секунды быстрее, чем Айди. И занимает третье место почетнейшее просто. Кенекс радует нас. Просто, просто Кенекс лучший. Вот, спросит, спросит когда-то вас, кто красава, скажите, Кенекс. Так, пошел. Пошел, пошел, пошел. Также сразу двух ракет залетал, скорости немного побольше. чем у предыдущего прыгательника. Так, использовал ракету стену. Здесь по итогу у него гораздо больше скорости и, возможно, на столбах он прошел хорошо. Тут просто суть в чем вот от той ракеты у Айди. Он, конечно, ее выпустил и, конечно же, он ее использовал очень хитро и грамотно, но вообще неэффективно, потому что она ему не дала вообще нисколько скорости. Это на самом деле печально, потому что можно было там буквально уже с тысячи здесь лететь, просто летишь волосы назад, даже геймрока где-то сдувает, но видите как но киан экс очень круто очень круто прошел волстрейфом финишировал минуту опять очень быстро и я представить даже себе не могу насколько нужно быть задротом чтобы вот минута и ноль ну блин ну по-любому можно 59 но а ну как это очень быстро потому что промежуточного звена промежуточного звена у них нету на 5 секунд практически на 4 с кепкой рекрут перебилки аннекса занимает второе место поздравляем тебя рекрут стрелочку не юзал но она в уку-3 возможно не особо изобильна прямо если только на пару фреймов там так сразу двух ракет залетал также ракета остается и здесь возможно вот эти 5 секунд они как раз таки кроются в хорошем стрейфе и в использовании судя по всему ракеты на тех столбах либо на каком-либо повороте да выглядит все это быстро хотя смотреть конечно это немножечко скучно да вот 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 хотя можно было раньше но я подозреваю что у рекрута очень хорошая ракета а у кета очень хороший стрейф и кет зарулил в итоге почти 600 упсов было на рампе но ничего страшного рекрут молодец давайте перейдем не будем затягивать кет минута 0 и 3 у Наша из домашних другого художника Посмотрим глим Я буду говорить с тобой в банном английском Рокет Ох, вы использовали здесь О, он использовал здесь О my God I think you have a perfect strafe power, but more better using rocket than using it record, you know You just have ideal run, but rocket from record is really nice So, sorry, but of course you first, but you can sub one minute Okay, nice, nice, thank you for sending the demo So, not very good plasma clean, 1300 всего Все три ракеты сразу были использованы, но поворачивает очень даже ничего По центру пытается у нас прыгать Тысяча скорости на всех падах у него было, нисколечки не смог он набрать, точнее пытался, но, к сожалению, видимо, не хватило опыта Пытается, пытается на прямых участках карты добирать скорость Это очень похвально, это на самом деле хороший знак У сената, значит, есть понимание, что нужно использовать любую возможность для набора скорости И это очень правильно Не с первого раза получилось пройти пады, но ничего страшного, я думаю И на рампе, конечно, тут знал ли про Слик? Нет, про Слик не знал, скорее всего Либо не мог его использовать, либо не знает, как его использовать Про Слик А у нас есть про Слик? У нас, наверное, есть в Стрейфе про Слик Сенат, проконспектируй наши туториалы, там где-то есть про Слик Я думаю, я надеюсь, если нет про Слик, напишите нам в комментарии Мы, наверное, сделаем про Слик Вилку или булка или кто-то 56,9 перебил Так, больше нету? Нет Перебил Сената на 1,3 Блин, реально голова закружилась, нифига себе Это я рановато, походу, начал Так, здесь гораздо больше скорости с рампы получает вилка, но А что но? А вот не знаю, что но Использует конфигурации, настройки от Вуди И Сенс от Зерга Неплохая комбинация, но для хорошего эффекта тебе нужно все настройки от Вуди использовать Возможно, кроме акселерации Спроси в ту Тифруте он шарит И так, прошел очень быстро, прошел прям вот Блин, ну почти, ну почти же с первого раза, ну как же так Вилка как будто бы специально увеличил сенс, что ли, да, булка или вилка Мастерик тоже не знал Я не знаю, как-то подозрительно Это выглядело подозрительно Подозрительно в том, что, типа, такая карта И немногие старались, далеко не многие старались И... Я не знаю Если ты, чувак, если ты новенький Напиши в комментариях А точнее лучше Напиши мне где-то ВКонтакте, либо в Дискорде Я тебя могу добавить в наши беседы Где мы с такими же новенькими общаемся Помогаем им во всем И все такое Типа, это реально работает Посмотри на лунтика, где вот он Где-то он уже наверху, видишь? Вот он 49 Это классный тайм Лунтик у нас в беседе просто Хулигал у нас в беседе Смотри, 46 сделал Смотри, у нас Вуди у нас в беседе тоже, смотри 37 вообще сделал Так что, чувак, если интересно тебе это Добавляйся ВКонтакте Я тебе во все беседы добавлю И там уже поговорим 55,7 сделал Headhunter На секунду перевел Headhunter Луганский Опасный парень Был у него какой-то еще друг, по-моему, из Луганска Но Лишь один Headhunter Камбэкнулся 1300 Опять же, не самый лучший плазмоклимп А вот, запнулся Первый человек, кстати, кто запнулся Об заросли, поставленные маппером Так скажем Архитектурные заросли У Headhunter, я надеюсь, ты с нами теперь надолго Стрейф Стрейф Если ты избавишься от этой привычки Твой результат резко улучшится Просто на тысячу процентов Я тебе гарантирую Посмотри на... Вот посмотри на кого-то нибудь На кого-нибудь Смотри, все кроме вот этих двух лучше прыгали Потому что у них прыжок Они нажимали реже, понимаешь? А так, демка очень хорошая Все прошло чистенько С первого раза Большой Большой Молодец Которую на секунду еще перебил 1400 Спазм очень хорошо повернул Но на ракетах всю скорость потерял Собственно, не удивительно И Которуф Прыгает, скотчет Все у него хорошо Поворачивает достаточно Тоже хорошо И тоже, тоже, кстати говоря Жмет на прыжок очень долго Это очень такая ошибка критичная На самом деле Потому что Типа Деф Это же микромеханика Это кругом Микроэлементы разного рода И прыжок Это один из основных Потому что он мешает набирать скорость Особенно на таких стрейфовых картах В общем-то Ребята, начинайте следить за этим Я буду тоже начинать подслеживать Потому что я в последнее время Было вроде расслабился Не следил Не говорил Ничего про это В общем-то Давайте дальше Плюс 3 секунды Сделал Аксесс Из Турции Привет, Аксесс Я надеюсь, что вы видели Вы смотрите Я буду говорить С вами Без английского Нормальный Сминь 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 Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, DimaTorzok Неплохие движения, кстати говоря, от парки-попа Рокет неплохо тоже прошел Здесь чуть не упал было И здесь чуть не упал Да, неплохо, неплохо Поворачивает хорошо И вот, заметьте, на его кнопку прыжок Он практически, как бы, понятно, что нажимает не идеально Но гораздо лучше, чем вы Чем вы все, вот вы смотрите, да? И он нажимает гораздо лучше именно в момент прыжка И он пока что единственный, кто использовал этот слик в ЦПМ Кто, наверное, о нем вообще знал Потому что, может, либо, там, не знаю, стрим смотрел Либо еще что-то И да, это вина, естественно, маппера То, что про слик, многие могли не знать В общем-то, войдем дальше 49.9 лунтик на 300 На 200 еще перебил против попа Или, как его еще называют Лунтайск Лунтик Или Как еще Ой-ой-ой, какие ракеты Агрессивные, агрессивно пошли Так, осталась плазма Будут ли ГБ от Лунтика Знаменитые ГБ от Лунтика Будут Будут ли ГБ, Лунтик Не держи интригу Сделай, сделай ГБ Лунтик Пожалуйста Лунтиск Я тебя прошу Сделай ГБ Сделай, сделай вот тут ГБ Вот тут, да? Да! Е-е-е-е Просто Просто Вот Вот Человек старался Человек Забрасывал дефраг Два раза Если не больше Ну, то есть, на моей памяти два Для себя он, возможно Это делал гораздо чаще Но Он Он старался Мы его пытались Мы его поддерживали Он старался И он выбрался, понимаете? Он делает ГБ просто Изи Вы видели, насколько Технично он это сделал Да, не идеальный гранд буст Точнее Ну, не идеальный плазма буст Но Насколько Отточено И насколько Технично Сами движения Понятно, что нужно Это еще потренировать Но Вот эта вот Дуга, по которой он его делал Это Это очень круто Это реально Вот я не то, чтобы Прямо нахваливаю Но Это реально круто Типа для игрока Вот такого уровня Это очень Это убер круто Это овер круто Геймрок Перебил лунтика К сожалению На 700 Мог бы лучше Перебить лунтика Геймрок Он, конечно, буст Сделал, но Геймрок Вот Вот Пока что Единственный Кто использовал Стрелочку Для получения Большей скорости 1600 С плазмы Неплохая Рокет Часть Побыстрее Гораздо Чем у лунтика Я думаю В этом Геймрок Скорее всего И Преуспел В плане Своего тайма И Также Использует Любые возможности Для получения Большей скорости В каких-то Поворотиках Там Немножко Подстрейфить Еще Это Очень Правильно Здесь Все С первого Раза Пропрыгал Плазму Естественно Не И И Слик Также Не И И Я Что-то Хотел Сказать Но Что-то Про Геймрок Хотел Сказать Ну Ладно Нермар Плюс 70 Сделал Геймрока Из Незер Райенс Это У нас Нидерланды Кто не знал Голландия Это Страна Цветов Страна Нермара 1500 С Плазмы А Вон На Падах Кимрок Там Очень Как-то Опасно Там Прямо На кончике Прыгал Я думал У него Самого Там Ягодицы Сжались Так Нермар Пока что Показывает Отличную Просто Превосходную Игру К сожалению Зацепил Ну как же так 1200 Было На падах Это Очень Круто Это Очень Быстро Возможно Нермар Играл Потому что Зеленый Это цвет Наверное Травы Да А Трава Это Голландия А Голландия Это Нермар Поэтому Нелегким Путем Нелегких Вычислений Можно Понять Что Нермар Я играл Не просто Так Возможно Под Травой И Собственно Очень Классно Очень Чистенько Практически Чистенько Прошел Единственное Вот Зацепил После Падов И в конце Не Использовал Слик С большим Отрывом Без 48 секунд У нас Стоп 47.3 Лолипопа Линиус Россия СПВ На 2 секунды Практически Быстрее Too fast А First week Of Defcon Second Точнее Почему Там 2 СТ Или Это 20 Не знаю Так же 1200 Как у Нермара Прыжок Там Было Даже Видно Было Зажал Чтобы Мало Ли Нивелировать Этот Дабл Джамп Который Все Испортил Нермар А вот Волипоп Поп Линиус Наоборот Таки Все Это Предвидел Без Выпрыгая С телепорта Тихонечко Проскакал Набирает Скорость Он Кстати Говоря Достаточно Неплохо Очень Даже Хорошо И Также Не Зацепил Кстати Верхние Эти И Не Использовал Сликт Но Прошел Очень Быстро Прошел Чистенько Что Собственно Радует И глаз И нас 49 Точнее 46 9 На 400 Перебил Ванюк Нюк Это Карта СКС У нее Давно Самостоятельная Жизнь С тех Пор Как В КСГО Сделали Вокруг Нюка Какие-то Там Ездящие Машины Работников Автореакторов И Че-то В общем Карта Живет Своей Жизнью Давным Давно 1200 Так же После Ракеты И Более Удачный Спейсинг Для Нюка 1300 Пытается Максимально Сохранить Здесь Мог бы Даже Подстрейфить Но Не стал Рисковать А вот Мог бы Подстрейфить Сразу Напад И это Согранило бы Около 400 Но Он потерял Очень много Скорости И из-за Этого У него Такой Небольшой Плюс Здесь Всего 36 Секунд Тоже Очень хорошо Прострейфил Нюка Мы с Сильвина Знаем Нюк Это очень классный парень Который давно уже Играет ДФ Играет он ДФ Скорее всего Фафан И Слик Вроде как Использовал Но Не факт Что вообще Я о нем Знал Если знал Напиши Нам об этом В комментариях Хулиган 46 816 На соточку Буквально Перебил Нюка И у меня Реально Кружится Голова Я так Много Говорю А А Давай Паша Давай Сохранил Нисколько Плазмы Ракет Сохранил Нисколько 1200 Так же Пытался Даже Пострейфить Еще Поворачивает Хорошо Не боится Хочу бояться Карта Зеленая Приятный Цвет А Да Я вам Должен Еще Показать Один Лайфхак Для Этой Карты Который Показал Наверняка Enter Так что Enter Я Из-за тебя Это сделаю Да Очень чисто Очень классно Прошел Air Map Gray Scale 1 Делаем Делаем Витрис Захватился Ли У нас Обратно Дефраг Да Обратно Дефраг Захватился Поэтому Посмотрим Следующую Демку С этим С Air Map Gray Scale Запомните Это Дело И сейчас Мы все Увидим Что это Делает Ульмвар Перебил Хулигана На 2 Фрейма 46.8 Ровно И Вуаля Карта Становится ЧБ Без Каких-либо Цветных Элементов Цветные Элементы Остаются Только На вашем Оружии Если Такие Имеются Очень Быстро Прошел Ульмвар Прыгает Он За Орба 1100 После Ракеты Но Это Не Так Критично Ведь Он Перебил На Целых 2 Фрейма Хулигана Отлично Подобрал Поднабрал Здесь Скорость 1300 На Повороте Но Здесь Слишком Резкие Повороты И Не будет Легаб Оооо Почти 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 Я Уже Почти Оргазмировал Но Ты Мнем обломал его ручки и с волстрейфом с волстрейфом но без слика финиширует давайте вернем обратно потому что мне неприятно так играть в общем то это просто суть в том что вы можете это использовать на любых картах на которых вам не нравится освещение просто вся карта становится чб и никаких проблем не далее монстре 46 и 3 перебил на 500 у имвара 1700 плазмы 1160 с ракеты 1200 отличный спейсинг для того чтобы не перепрыгивать не вилять точнее все очень хорошо монстр к а очень хорошо прошел сник немножко использовал не самым эффективным образом но тем не менее использовал и дало этому определенный плюс точно 45 7 из ту латвия кстати вдруг и стул и то есть в урасик и сту если ты смотришь не молчи плюс 600 сделала от монстрика но я спрашиваю я допытывался да и стул он говорил что у него всегда в ходе их был не самая быстрая ракета точнее вообще одна из медленных одна из самых медленных и где он набрал эту скорость я честно говоря не знаю а он сохранил ракету вот что вот же в чем дело там даже сохранил ракету и сейчас нападок и и самым эффективным образом используют вот же она но монтёр скорее все здесь же просто с гб ее использовали перебил дядю вуди потому что дядя буди было лень пестить ракета сейф ракеты вел плюс 200 а нет дед извини дед брат брат прости прости вернись я все прощу 45 и 8 на сотку быстрее точнее медленнее чем и стул тем не менее давайте посмотрим маневр это дед но сервер там 14 минут очень классные ракеты использовал все ракеты я ну картой не факт что вурасик или шурасик может это шура так он шура ран лишь ну типа шурик есть в латвии на шурик и факт что он сам задумывал именно такие варианты что можно плазму там под сохранить можно рокет сохранить это конечно далеко не факт охоте вещи вот-вот при за оригинальность вот он вот он просто самое оригинальное использование плазмы в конце вот чтобы не зацепить в дальнейшем головой вот эти штуки он себя вниз и плазмой толкнул это же гениально же это просто дедовский дедовский способ и какие гб кто щега петит делать и не уфаги какие-то и которые как эти самые блин там а вот а вот так вот это вот 45 5 перебил и стул на 200 из екб пока что никто особо не использовал стрелочку и это меня кроме печали потому что со стрелочкой же намного быстрее эфиоп также сохраняет ракету сохраняет 4 плазмы которые возможно никогда в жизни не понадобятся неплохо повернул почти даже получился а где ракета а чё так поздно то эфиоп ты чё надо было сразу бьешь в стену и все если кище использую и потом блин ну слушайте а на то и я походу с сейва 2 ракеты очень даже ничего получается 44 дел шалоон ею я был трае то deeply you if my english iim Я не знаю французский язык, но французский язык. Очень хорошая плазма клайм. 4 плазма аммор, плазма желт. Паркетовый ракет и нет никакого места для этих патсов. И у нас есть стиль для шута. И вы не сможете использовать... или нет? я думаю нет или может нет, нет, нет ok, шарлан но он использует слег да, хорошо очень просто просто демо play through если я могу сказать и это 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 не так спасибо за это хухала на 200 перебил шарлона 44,7 my life my rules говорит хухала нет хухала твоя жизнь мои правила понял ты кто ты вообще чтобы твои правила тут еще в твоей жизни 1300 тем не менее после ракеты и нападок и везде очень хорошо это преимущество он сохраняет и повороты очень хорошо получается здесь конечно на потерял ой там можно на самом деле 1400 завернуть без потери но не у многих получалось к сожалению здесь также очень хорошо пропрыгал и прошу заметить что чекпоинт на падах не зацепился прошел очень быстро очень качественно чекпоинт на падах получается что кривой и фактически только один чекпоинт мы наверняка забираем это возле телепорта окей 42,6 кипиш так здесь у нас все только вудя остался окей давайте вверх самый пойдем кипиш челябинск 42,6 воу воу вовол полегче алё дядя 1900 почти на повороте ой как еще как ты хочешь сказать что у тебя рот такой ты серьезно их счет спейсинг удачный типа типа роут у тебя такой и на 1400 повернул и тележам небольшой сделаю попадом хорошо пропускал а плазма осталось нет но стрейфом финиш нифига себе ничего себе невероятно просто просто потрясающий кибиш молодец сорок один и 9 торнер перебил кибиша на 700 несмотря на всю грацию на все благодарств благодательное воздействие дымки кипиша торнер пошел эту карту судя по всему нет ни спиной но старт очень даже ничего в общем-то пока что при за оригинальность заслуживает дед как на мой взгляд потому что я думал никто кроме монтера не будет сливить ракету но оказалось что засейвили окей или я дам себе три за оригинальность ну что я один там бусты использовал походу может монтёр тоже использовал конечно все и плохо торнер да очень быстро очень быстро проскакал тоже достаточно чистое прохождение сожалению на рамку там не попало если к конце видимо не либо не знал либо там не завязывали бы еще что-то ничего страшно 47 взор на 800 перебил торнера давайте посмотрим взял 26 плазмы но это серьезно это все это победа так использовал вообще минимальное количество плазмы 1400 на ракетах это очень хорошая добротная скорость сделал буст срезал одну один под еще плазмоджампом еще срезал вот это вот это ничего это нормально сейчас было и на 1400 хорошо повернул и теледжамп хорошо и две плазмы же осталось и будешь не получился еще буст куда-нибудь буст пуст пусту сюда буш нет нет все не будет неплохо 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 так это было третье место так за фудом а этом она чур и фево чинит бат руина из демо или на суд соу стоит 377 второе место отдает вуди это конечно же я естественно второе место я очень люблю вторые места занимать особенно четвертое использовал стрелочку делал 1 буст два буст 1800 и срезал вообще нафиг все пады и потом на 1500 я конечно потеряю там и вот здесь сейчас еще очень потеряю за этой но тем не менее 3 плазмы еще есть сделал выпрыг и сделал один буст 2 и здесь просто пропрыгал 1 плазма еще осталось но мне уже без разницы 1500 и вас мы этим стрейфом вот точнее плазму был стрейфом финишером и 364 на секунду и 3 перебил меня монтер первое место монтер большой-большой молодец засейвил таки рокет надо было потестить почему я не сделал этого не было лень почему мне лень так 5 плазминок осталось точно так же пока что старт и 1200 а ну да ну да 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 типа такой же road но еще скорости получилось больше сохранить да у меня со спейсингом немного не везло войну здесь слишком много сбросил а я думаю монтер знает об этом boost до этого я еще плазму бустую сюда впихну да да очень быстро можно конечно можно я думаю можно 30 35 но ее демки давайте наверное так покажу вам во первых браузер такие вот результаты у нас ура ран проходил он с 12 по 19 комментариев всего карта рготня ну да ggs 5 всего комментариев что странно и давайте сделаю себе russian language и выставлю а где выставлю в 225 импрессив и так я могу поставить импрессив в обе физики никому языку 3 я выделить никого не могу а вот cpm дед очень классно использовал мне понравилось понравилось мне как он использовал плазму поэтому давайте я оставлю ему импрессив и это первый импрессив в истории дед поздравляем дед 1 импрессив вот так вот это у нас будет дело выглядеть все очень красиво все очень классненько спасибо носу большое за реализацию такого небольшого профильного приза но тем не менее где-то большой молодец я думаю дед заслужил если кто-то с этим не согласен и монтёр оригинально прошел за сейвил рокет но ничего оригинального монтёр не сделал как и я как и зорн какие никто кроме деда потому что дед это просто икона-то икона и если вы где-то слышали вопрос ради чего то это кричал дед это просто дед лучший в общем то сейчас у нас варкап 226 проходит рокет карта которую я намереваюсь естественно пройдем q в обе физики давайте здесь мы мы делали уже репост я делал точнее комментариев уже 30 тут все всякие вопросы я про озеро где-то его видел да и он спрашивал в общем то можете почитать кому интересно спрашивали про snap что-то что-то то все спрашиваем мозг говорит виды вы ошалели сделала предложку карт но предложку карт на самом деле думаю не надо потому что в таком случае выиграет карта одна из тех которые предлагали а тот кто предлагал будет преимуществом что-то карту это знает в общем мы сами просто более тщательно точнее не более тщательно а но но а чё чё вы хотели вот что вы что вы хотели вот вы намапили это говно вы и играйте это говно вот так вот вот просто в сообщество старайтесь мапить лучше будут карты лучше все ребят всем спасибо извиняюсь если там что-то с голосами так что-то как-то не так в общем-то себя там не знаю я болею реально не очень хорошо себя чувствую поэтому в любом случае всем спасибо всем всего доброго и да участвуйте в варкапах конечно же любая карта достойного внимания потому что это своего рода творчество как и любое творчество достойного внимания серьезно всем спасибо всем удачи всем пока